Россия, но в Германии, матрешка, но фрау и русише, но колони, что означает колония. Дело в том, что мы с немцами периодически, друзья мои, дружили. И в период царства Александра Первого великий был человек, мужчина, победивший Наполеона. Так мы задружились с Фридрихом, он же Вильгельм, что Александр... Вот посмотрите, Александр говорит Фридриху Вильгельму, говорит, брат, я хочу тебе сделать подарок. Я хочу подарить себе лучших певчих моей русской армии. И действительно, Фридрих, он же Вильгельм выстроил на свои деньги вот эту деревню полностью в русском стиле, при помощи наших мастеров, архитекторов. Сюда заселились певцы, они давали периодически представления с поздравлениями. И вот в этом русском уголке немецкого города Подсдама, где родились такие великие люди, как, например, Виктория Колосова во времена... Она в Дрездене родилась. В Подсдаме. Да? В Подсдаме? Вот здесь где-то родилась Виктория Колосова. Может быть, в этом деревянном доме. Я думаю, что под этим бревном ее и зачали. Да, ребят, но деревня не ограничивается, и наше поселение одним только домом. Вот, посмотрите, за нашей спиной раз постройка, два постройка, три, четыре, пять, шесть, да кругом одни постройки. Вы так быстро двигаете рукой, что я не успеваю показывать. Но здесь мы находимся не просто так, не просто так, да, ребят. Друзья, мы приехали в Подсдам, чтобы показать вам, вот как раз вышло солнышко, мы тянули время, новый Тигуан. Тигуан, ну, скажем так, по-настоящему это машина 2015 года, да. В 2016 он, наконец, начинает в мае продаваться в Германии. Летом подключаются к продажам другие европейские страны. И в Россию эта машина придет только лишь через, больше чем через полгода. Наверное, только лишь, может быть, даже зимой или уже ранней весной 2017. Итак, прошу любить и жаловать, новый Тигуан. Репортаж из будущего, да? Из нашего с вами будущего. Нет, давайте так, из нашего с вами прошлого, в наше с вами будущее. Красиво мы начали. Да, товарищи, ну давайте рассмотрим автомобиль со всех сторон, как мы это обычно делаем. Да, давайте. Ну, давай с морды. Значит, друзья мои, первое, что бросается в глаза. Значит, почему бросается в глаза? Во-первых, машина на платформе MQB, да. Это позволило уменьшить внутреннее пространство двигательного отсека. Использовать другие схемы расположения деталей. Узлов и деталей, агрегатов. И в итоге, смотрите, что первое изменилось. Первое, чем гордятся фольксвагеновцы, изменился свес. Да, он стал меньшим. Короче. И свес, да. Когда мы пройдем с вами к салону, мы обнаружим, что и в салоне, как бы, двигательное пространство ушло как с начала, так и с конца. То есть, в принципе, все сжалось. Из-за этого больше простора внутри. Значит, давайте рассмотрим морду анфас. Анфас. Четко анфас, Иванович, это вот когда перпендикуляр. Перпендикуляр. Вот так. Вот так. Обратите внимание. Короче, она стала уже на первый взгляд. Давайте так. Она стала площадью. Площадью, да. Площадью, то есть, сам капот, он, линия капота снизилась, да, и общая линия капота снизилась. А при этом пространство салона, да, осталось прежним. То есть, лобовое стекло, в принципе, очень похоже на предыдущую версию Тигуана. И таким образом у нас получается широкая, плоская морда и, так сказать, такой мини-вэнистый, я бы сказал, салон. Ну, если спереди глядеть. Машина по-разному, кстати, выглядит с разных сторон. Давайте... И в разном цвете. Да, потихонечку пойдем. Вот. Давай, вот, да, 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 с три четверти. Ну, давайте, продажный план, да, сразу же бросается в глаза что? Во-первых, 20-е диски. Диски, ребята, нельзя скупиться, потому что мы видели аппараты на... Восемнадцатых. Таких, как бы, простеньких колесах. Уже, конечно, не такое впечатление эффекта, как на 20-х. Так, значит, дальше, посмотрите, линиевые штамповки идут. То есть, у нас фактически отрицательный угол, да? Это фактически крыша получается. Она идет, идет, идет. Извините, вам звонят. Откуда? Из-под сдамы. Так вот, идет сюда и выходит, наконец, на задние фонари, которые носят самостоятельную функцию. Видите, они выходят как бы за уровень крышки багажника. Парни, это пока еще не Lexus, но очень похоже на BMW. Ну, ребята, и давайте еще раз. Значит, на фотках, чуть присядем. Так, секунду. На фотках, которые вы видите в интернете, и чуть-чуть сбоку, да? Эта машина напоминает X3. X3. На самом деле, это, конечно, оба аппарата играют в одном классе, но все-таки X3 выглядит немножко массивнее, да? За счет вот этих выштамповок, линий, так сказать, Tiguan более такой легкий, более воздушный аппарат. Хотя скоро мы дождемся и ответа симметричного и от BMW. Там тоже наверняка будут сенсации, да? Не, ну фара отлично сделана. Вот это, да, видите, с захлестом идет, фарту. И использование вот этих треугольничков, да, получается, что это новый тренд у Volkswagen Group, да? Когда вот узнаваемые индивидуальные фонари задние. Да, да, задние фонари. Значит, сразу же рассмотрим. Достаточно быстро, кстати, открывается крыша. Ну и у нас есть специальный тестировщик. Парни, багажник увеличился на 50 литров, а теперь это 520. Так. Ну, посмотрите, я вообще без труда размещаюсь в багажнике абсолютно нового Tiguan 2015-16 модельного года. В предыдущем было ощущение, что ты в багажнике Гольфа. Очень тесновато, очень тесновато. Вы представляете, на 50, на 50 литров больше. Но самое главное, все это пространство можно увеличить. Хорошо распахивается дверь, так? Да. За счет, посмотрите. Ну-ка. Кресло, которое практически полностью сдвигается к переднему креслу. И таким образом еще сантиметров 20, да? Около, смотри. О, на 18 сантиметров сдвигается. Ну-ка утопись туда. Ну, понятно, крышку надо будет, наверное, снять. О. Крышку-то обычно рабочие, которые лопаты отставляют, снимают. Прилично. Да. Есть у нас электропривод задней двери. Покажите нам, как у нас двигается сидение. Ну-ка, стойте, давайте я с той стороны сниму. Минуточку, товарищи. Вот. Ерзает. Да. Ну-ка, сядь. Ты сидишь за собой. Я сижу за собой. То есть, в принципе, в пиковом положении. Потому что Серега сидит еще ближе к рулю, к рулевой колонке. Ребят, самое главное, значит, для задних пассажиров появились лишние-то практически 3 сантиметра. Так. Ну, вот видите, да? А спинка наклоняется? Да, посмотрим. Сейчас посмотрят. Вот, еще и спинка. А, ну, смотри, да, тут простой. А ну-ка, приезжай тогда туда еще. Нет? Это крайнее. Если спинку выгнуть... Не-не-не, это крайнее положение, все. Вот, там крайнее положение. Есть ощущение, я с ним поделился с Серегой, что они утопили задний диван. Вообще, в целом, вообще. Туда, в багажник. Вот видите, потому что вот на что я бы хотел обратить внимание, да? Вот у нас стойка. За подлецом это называется. Ну, вот видите, кресло, оно как будто бы там, где-то в глубине багажника. Ну, это очень хорошо. Я думаю, что это такое эргономическое решение, которое позволило визуально, ну, и на практике увеличить просто пространство для задних пассажиров. Есть столики. Давайте посмотрим оборудование центрального тоннеля. Закройте. Закройте. Так. Закройте. В детстве вы разбирали только игрушки, да? Да. Но никогда их не собирали обратно. Так. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Здесь у нас есть подогрев. Пожалуйста. Посмотрим. Отдельный USB. Кстати, Volkswagen, наконец, перестал играться с этой хренью, когда были только SD-карты, а USB не было, и были только Bluetooth. В общем, это закончилось. Здесь есть подогрев заднего дивана, да? Да. Общий воздуховод, но без температурного. Нет, а вот, получается, есть. А есть. Регулировка температуры для задних пассажиров, получается, трехзонный климат-контроль. Да. Ну, у нас комплектация без крыши, то есть, видимо, может быть, еще и дороже. Лампочки. Работают. Работают. Все круто. Ну, и мне нравятся у них материалы. Несмотря на то, что... Вот, смотрите. Использован вот этот вот алькантар. Да, да. Ну, дорого, дорого выглядят кресла, на самом деле. И вообще, общее представление этого товарища об автомобиле, да, понятно. Общее представление, вот когда мы и прокатились, и внешне на него посмотрели, такое ощущение, что это Q4. Это больше, чем Q3, по размерам меньше, чем Q5, но сразу же возникает вопрос. А чем нас будет удивлять Ауди, если, в принципе, здесь и так все зашибись? Еще раз, еще внешне одну сторону покажем, Руслан Ильич. Выйди. Вот, смотрите. Один из главных элементов, что они сделали? Во-первых, везде вот эти рубленные грани. Их очень много. Во-вторых, они сохранили, да, сохранили вот эту параллельность плеча заднего стекла и вот этой вставного стекла, да. Фактически, вот эта вот часть, учитывая еще изгиб фары, отсылает нас к гольфу. Именно поэтому многим на фотографиях, вот под определенным ракурсом, эта машина казалась таким, ну, грубо говоря, пропорционально разросшимся Volkswagen Golf. Да, осторожно, дерьмо. Как дерьмо? А вот так вот. Зеленая. Да, да, да. Зеленая. Так траву жрут. Вот, зеркала. Зеркала изменили свою форму. Отдельно надо сказать, да, что зеркала подросли. Нет уже этой печальной истории, когда Volkswagen в угоду какой-то мнимой аэродинамики уменьшает зеркала и тем самым, я бы сказал, подвергает скот на дорогах риску. Я имел в виду действительно скот, а не людей. Посмотрите-ка. А русская деревня пользуется у жителей Германии популярностью. Кстати говоря, в этом здании расположен русский ресторан. Да, заглянем русише шпайзе, как говорят немцы. Ну и вот подкапотное пространство. Значит, что бросается в глаза? Переместился бачок омывателя. Точно? Он был здесь, у Volkswagen всегда здесь, всегда справа. Может быть, это немецкая версия просто? Не-не-не, серьезно. Значит, это к связи с тем, что переиграли они внутреннее пространство. Значит, аккумулятор спрятали вот в такой тепло... ну, такой кожух, да? Значит, как-то дешево выглядит немножко, конечно. Ну, когда запачкается, будет подороже. Хорошо. Так. Ну что, 2 литра дизель у нас, это первый мотор, да, который мы тестируем сегодня. Да, и сразу надо сказать, что улучшилась как звукоизоляция от внешнего мира самого салона, так и движка. То есть, дизельный двигатель слышен фактически там первые несколько секунд после начала работы. Как прогревается, вы вообще забываете о том, что у вас вот эта тарахтелка. Ну и что? Давайте еще раз посмотрим на машину, рассмотрим ее, друзья мои, вот в реальности, да? Отличается... В реальности с немцами. Да, давайте так. Немцы пришли в русскую деревню. А давай спросим, вот дедушка будет сейчас фотографировать? А, нет, он будет фотографировать русскую деревню. Ну, хорошо, если начнет вдруг фотографировать, мы его спросим. А вот этого седого... А давайте спросим. Hello, do you speak English? A little. Do you like it? Yes. Yes. More than usual Tiguan. More? No, no, no. No? А кто ездит в Германии на этих автомобилях? What kind of people use Tiguan in Germany? Yeah. What kind of people? What? What kind? What kind? Верхие? Yeah, yeah. I've got a... ...spian. You know, who works for the government. Кто работает на правительство. А, правительство. А это дорогая в Германии тачка? How many is the price? In Germany? Oh, I don't know. I think 30 to 40 тысяч. В форте до 40 тысяч евро. До 40 тысяч. Thank you. 40 тысяч евро. Это... Смотрите, и ездят представители правительства. Потому что, типа, бизнес может ездить на Audi, BMW и Mercedes. А это, типа, уровень для госслужащего. Чиновника. Уровень чиновника. Но, если мы говорим конкретно об этом Tiguanе, я реально не вижу разницы в качестве ни материалов, ни ходовых качествах. Вот мы сейчас с вами проедемся, поймем, да? Не в дизайне, никаких отличий, именно качественных, от прямых и косвенных конкурентов, да, у этого автомобиля уже нет. Единственное отличие, это фактически сам шильдик, да? Шильдик уменьшает, условно говоря, цену, уменьшает престиж этого автомобиля. В глазах других пользователей, автомобилистов. Но по качеству, по качеству, этот аппарат, я просто могу честно об этом сказать, никак не отличается от всего того, что в этом сегменте, в классе этих автомобилей в лучших своих формах поставлено на рынке, да. Это действительно замечательный аппарат, вот. Но его может, например, вам не позволить купить, ну, кто, например, может не позволить? Курс! Например, муж, который скажет, нет, езди на Audi. Это скучно, нет, ребят, на самом деле автомобиль, перестал быть скучным, да? Ну, глобально. Глобально перестал. Перестал. Особенно это касается внутреннего убранства. И мы сейчас как раз и перейдем с вами к салону и убедимся в том, что Volkswagen слушает наши с вами замечания, особенно женские, которые, значит, кричат очень громко о том, что Volkswagen это скучная тачка. Ну, посмотрите, вот объясните мне, пожалуйста, чем эта тачка скучнее Audi Q5 или Q3? Да, Q3 и Q5 выглядят скучно теперь, правильно? На фоне обновленного полностью. Догоняй, Volkswagen, догоняй. Вот, ну и еще раз, ребят, будьте в Потсдаме, обязательно заходите в русскую деревню, съешьте там, пожалуйста, пельмешек, чесночка, вот, рыгните пару раз и домой. Да. Ну, а мы переходим к внутреннему устройству. Итак, дорогие друзья, знакомство с внутренним убранством Тигуана. Ну, извините, вы все видите собственными глазами. Иваныч, я прошу тебя скользить от, так сказать, от двери, кстати. Уровень остекления. Выше. Заметно, заметно выше предыдущего. Ты сидишь, как бы, более по BMW-шному. Посадка у тебя, как бы, заглублена, да? Это последний тренд сезона. Чуть-чуть к началу торпеда, значит, линия остекления еще больше задирается, да, кверху. И мы видим рубленные вот эти вот формы, да, грани во всем. Ну, и посмотрите, практически отвесная крышка баг этого бардачка. То есть, вот, ну, там у нас мультимедиа сидит и все. Значит, обратите внимание, да, за счет меньшего пространства для двигателя, для трансмиссии, значит, под капотом, да. Такое ощущение, что все уехало вперед. Значит, они подтянули, как бы, вперед, внутрь, да, и салон вдвинули туда, опять же, да, потому что вот субъективно у меня такое ощущение, что вот эта полка стала, ну, вот это все пространство стало меньше. Может быть, за счет того, что просто общая планка, да, уровень, высота, как бы, изменилась. Слушай, ну, эргономически очень похоже на X-1. Да, значит, смотрите, рубленные формы, да, которые и внешне, как говорил нам в светлой памяти мужчина из Автоваза, как зовут дизайнера, Стив Матин. Это, как там это, X-гены. 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 А здесь вот рубленные гены, которые и внешне повторяются, и внутренне. Здесь просто гена. Да, да, из элементов. Мне нравится асимметричное решение с воздуховодами, да, фактически машина обращена своими органами управления именно на водителя, и даже линия климат-контроля. BMW style. Смещена, да, сюда, как бы, на тебя. Чуть-чуть. Мы рассмотрим. Совсем незаметно, но это есть. Но есть. Значит, смотрите, серый графитовый лаковый пластик, да. Я бы сравнил это с модой на оформление парфюма, ну, наверное, там, 15-летней давности, может быть, даже больше. По-моему, вот коробка у парфюма под названием One Man's Show было как раз вот такого цвета. То есть на смену просто дешевому черному лаковому пластику, да, как у женских туфель, пришел вот этот графит. Очень хорошо, кстати, соединяется с серыми кнопками матовыми, да. Что-то новое. Значит, климат-контроль нас ничем тут особенно не удивил. Здесь все как обычно. Удивил еще один... Вот блок. Нет, этот блок и USB. Ну, там покажи. Да, у нас есть USB в этом автомобиле. Это прекрасно. За ручкой. И у нас есть теперь, наконец-то, да, давайте, кстати, сейчас заведемся. Вот смотрите. Во-первых, у нас, как и в Passatinovom, полностью цифровой дисплей. Я, кстати, отметил, что не самое удачное положение ручки Start-Stop, но вот она уже не первый раз нам встречается именно у Volkswagen, все время рукой тщетно ищешь где-то кнопку под рулем, но они это, видимо, надолго перенесли. Заводимся. И вот у нас уже полностью цифровой дисплей. И вот что у нас вылезает, ребята. Есть стеклышко на французский манер, в котором отражается спидометр для того, чтобы вам не опускать глаза во время езды на спидометр. Хотя опускать хочется, потому что очень... Круто нарисовано. Очень круто, да. Да, давайте посмотрим на возможности, что тут у нас есть. 12-дюймовый. Смотрите, значит, вот классический у нас есть спидометр, есть расход и запас хода, да, то есть вот 750 километров. Ну, подожди, я сейчас попробую. Давайте попробуйте. Вы, конечно, мешаете, но ладно. Я мешаю? Да, вот, давайте. Вот, хорошо, да. Так, теперь у нас есть возможность эффективность нашу с вами измерить, да. Ну, то есть вот эти вот показатели будут расти, если вы будете ездить... Ну, короче, меняется комбинация приборов. Да, навигация отдельно. То есть вот у вас здесь компас. Здесь у вас высота над уровнем моря. Компас – это очень нужно, это очень важно. Тетенты водителя – это у нас, опять же, компас, и сколько вы едете с момента пуска, и, наконец, на бездорожье, вот это самое интересное, угол наклона колеса, то есть как вы, так сказать, может быть, вы заваливаетесь, да, уже, и просто компас. Вот такие различные формы. А менять можно, вот, условно говоря, саму одежду? А пока что нет. Есть варианты, скины, я так понимаю, менять пока что. Ну, цвет, цвет этого интерфейса. Нет, пока не меняется. Запас хода у нас 750 километров, мы практически на полном баке. Ну, и навигация, да, она повторяется здесь у нас. То есть вы можете оставить навигацию себе, а здесь выбрать, например, ну, например, какой-нибудь любимый порнографический фильм. Хотя во время движения он показываться не будет, будут слышны только вздохи и похрюкивания. Значит, дальше, давайте, ребята, обратим внимание. Мне очень нравится, как сделаны, выполнены и из пластика, и из материи. Вот эти все, именно в плане линий, в плане геометрии, в плане дизайна, вот эти все детали. И в который раз обращаем, посмотри, по-моему, на пассате, да, мы в первый раз увидели. Так. Внутренняя часть вот этого кармана. Да, наконец-то зашита. Зашита, чтобы там ничего не болталось и не звенело. Да, еще раз напомню, что у нас есть, смотрите, подогрев сидений, сидений и отдельно руля. То есть вот у нас появляется, да, подогрев руля. Секундочку, так, да, вижу. Это очень хорошо в нашем климате. Можем отключить. У нас есть отдельно, да, вот здесь климат-контроль для задних пассажиров. Вот. Но у нас есть ассистенты, парковки, камеры покажи, вот включи заднюю. Потому что нарекания вечно у нас к производителям комплектующих. Так, ну это у нас вид из космоса, да. Ага. Так, теперь... Неплохо прорисован сам автомобиль. Давайте посмотрим назад, что у нас видно сзади. Ну, ты знаешь, я бы сказал тебе... Чуть лучше. Чуть лучше. Уже есть прогресс, видим и при чем. Получше, получше, да, камера получше. Хотя можно, хотя знаем примеры на рынке. Так, а вот такое, вот смотрите, камера вот. Это что такое? Это, наверное... А, места для парковки. Наверное, радиоактивити. Ага, точно. Значит, дальше у нас есть вот как парковаться. Это как вот так парковаться, вот так парковаться и никак не парковаться. Руль. Руль такой же, как на гольфе, на пассате и даже на поло. Ну, может быть, немного легковат в целом. Слушай, ну я бы обратил внимание даже вот в интерьере. Вот я смотрю на заднюю дверь. Слушай, огромное количество вот именно рубленных деталей этих. Посмотрите, вот, ребят, обратите внимание. Да-да-да, вот и ручка открывания, и динамика обрамления. Все. Это Audi, мать его. Ну, это очень стильно. Очень стильно. То есть ты, находясь внутри, понимаешь, какая машина снаружи. Обычно Volkswagen какой? Ты залез, снаружи он не модный. Вот основная проблема у Volkswagen всегда была, да, мне кажется. Ну, начиная, грубо говоря, какие были модные автомобили. И то после их смерти формальной. Микроавтобус Т1, Т2, Т3, да, ну, условно говоря. Потом Жук, да. Потом, ну, может быть, наверное, четвертый Гольф. Четвертый именно, да. Он в какой-то степени был очень актуальным таким аппаратом в своей, так сказать, вот внешней форме. А остальные все машины у Volkswagen, ну, за исключением, наверное, транспортера, да, какого-то такого стильного аппаратика, они не модные. Они такие, простоватые. Да, они качественные, да. То есть, что я получаю, когда мы об этом много раз говорили, что я получаю, когда сажусь в Volkswagen? У меня все на своих местах. У меня правильный ход педалей, тормоза и газа, да. У меня хорошая связь с зеркалами, да. У меня хорошая обзорность. Мне не мешают стойки. Я сел и поехал. Фактически в любом Volkswagen я чувствую себя уверенно без любой подготовки. Но, сука, они не модные. То есть, ты не можешь сказать, ребята, смотрите, я купил, например, ну, вот, про прошлое поколение. Я купил Tiguan. Ну, все скажут, ну, да, он, конечно, не дешевый. Хорошая машина, там, полный привод может быть в комплектации, да, и так далее. Но он не модный. То есть, нельзя сказать, что, блин, блин, чуваки, я срубил джекпот. А вот эта тачка уже становится, мне кажется, модной, да. Она уже правильная. Потому что мы с вами как раз... Во всяком случае, она интересная. В этом году знакомились с Tucson, да, от Hyundai. И говорили, что они, наконец, сделали Tiguan. Так вот, это следующий шаг. Вот обратка все-таки прилетела от Volks'а. И теперь приходится опять догонять всем остальным. Потому что, наконец-то, они кому-то из дизайнеров... Ну, кстати, нам что объяснили-то, ребят? Нам сказали, что не могли работать особенно как-то свободно с дизайном, пока не было этой платформы MQB. Как только сжалось подкапотное пространство, появилось место больше для ног, для игры с внутренним, да, объемом. И вот, пожалуйста, вот они играют. То есть, играют они в резкие линии. Резкие линии всегда подчеркивают нам, в отличие от прошлого кругленького, да, вот этого никакого Tiguan, здесь есть стремительность. Но такой обылочек же был. Да, да, здесь динамизм, здесь индивидуальность, правильно? И очень-очень, так сказать, получивость... Ну и простоват, ребят, ну и простоват. Мы очень простоват. Мы около 3-4 тысяч километров, наверное, в прошлом Tiguan проехали. Достаточно много. Вот эта вот зона у прошлого Tiguan, это просто позор. Просто позор. Просто называется 90-е годы, никак не могут сгинуть. А здесь мы имеем действительно очень интересный аппарат, стильный. Я, честно говоря, не понимаю, вот уже теперь, глядя на это убранство, да, что будут говорить девушки, развращенные Лексусом? Потому что Лексус же у нас все-таки, смотри, что происходит. Лексус у нас пошел по... Ну, условно, есть такая терминология в архитектуре, висячие сады, да. То есть, когда у вас на сфоне... Что за терминология такая? Это херня какая-то. Я согласен, что это херня. Но тема такая, что у вас сады расположены террасами на горах. Ну, понятно. И Лексус так и идет. То есть, у них вот разноуровневые, грубо говоря, вот оформления. Нет, здесь... Фолькс в этом смысле идет... Настоящий немец, европеец. Да, единственная грань вот здесь вот между климат-контролем, грубо говоря, и мультимедийной установкой. Но, парни, согласитесь, что все это будет очень строго истильным. Нет, самое главное, что это выглядит круче, чем тот же Hyundai Tucson, да, который мы тестировали. Выглядит однозначно интереснее, чем RAV4. Ребят, вот без всяких этих, да. Мы достаточно скептично относились... Ну, давайте так. И все-таки движок у Volkswagen будет на литр-полтора, на два экономичнее дизельный, да, чем этот Toyota-овский. То есть, в целом, и шумоизоляция здесь замечательная. Просто на другом уровне. И я вот... Короче, надо ехать. Теперь следующий вопрос. Дядь Сереж. Да-да, мы едем. Куда? У меня вопрос. Едем мы туда, мимо русской деревни. Так вот, один вопрос остается. Значит, мы, конечно, должны дождаться, как изменится Ку-3, Ку-5, да. Потому что вот этот аппарат четко встроился по типу размеру между этими двумя. И как ответит Audi, если вот... Ну, кстати говоря, Иванович... Да тут еще вопрос, как ответит Skoda с обновленным Yeti. Да, Skoda... Audi. Audi, X3 BMW. Потому что то, что мы видели... ГЛ... Ц. ГЛЦ, да. Ну, у ГЛЦ... Конечно, это Мерседес, да. И ты, когда плачешь деньги, ты покупаешь Мерседес и покупаешь бренд. Когда ты платишь деньги за Volkswagen, ты прежде покупал, грубо говоря, качество и юзабилити, да. Но не покупал модную хрень. Когда ты покупаешь Мерседес, ты покупаешь уровень в целом, да. Даже если в машине есть косяки, да, о которых мы периодически вам рассказываем. Вот. И что, честно говоря, будет делать вот со всем этим Audi, да, как они выкрутятся из этой ситуации. Потому что для тех людей, которые в условиях кризиса наконец-то в нашей стране, я думаю, таких большинство, не хотят уже переплачивать деньги... За бренд? За шильдик только лишь. А тем более, когда такой вышел красавец, действительно, очень элегантный, да, шумоизолированный, опять же, динамичный, экономичный и стильный. Вот. Я не знаю, что будет делать Audi в этих условиях. Но это... Я тоже. Это мы дождемся. Давайте мы с вами прокатимся и посмотрим, как себя ведет эта штука на дороге. Точно. Товарищи, надо сказать, что меньше всего я ожидал каких-то сюрпризов именно от вождения этого автомобиля, да, мы достаточно подробно рассмотрели с вами экстерьер, поговорили об интерьере, поставили четкий вопрос перед компанией Audi, да, как она будет, собственно говоря, решать вопрос своей премиальности. Кстати, на обеде в разговоре со специалистами получили следующий ответ. Во-первых, полный привод, полноприводной версии этого автомобиля ничем не отличается от аудюшного, у Q3, по крайней мере. Ну, муфта Haldex пятого поколения. Вопрос будет решаться, так сказать... Премиальными материалами отделки. Кожа, древесина, кожа на сиденьях. И шильдик Audi. И премиальный звук. Ну и скажем так, если брать именно вот это, новое поколение Tiguan, да, то, наверное, стоит вспомнить, что Audi более консервативный бренд, да, в том смысле, что даже те машины, которые они выпустили 25 лет назад, сегодня выглядят не настолько старыми, как тот же Volkswagen 25-летней давности, да. Стареет Audi медленнее. Это достигается при помощи премиальных материалов и консервативного дизайна, да. Вот на этом, видимо, будет играть и дальше этот, так называемый, премиальный производитель. Значит, что касается езды, опять же, на этой машине, у нас стоят адаптивные амортизаторы. Я при наличии возможности их ввести в комплектацию настоятельно рекомендую. Машина становится очень тонкой, да, по настройкам. Прекрасно. Очень мягкая, ребят. Комфортабельная невозможно, да. Ну, по большому счету, эта машина очень мне напоминает, ну, скажем так, что-то мерседесовское в ней есть, да, вот. При условии вот этого шумоизоляции прекрасной. И вы имеете в виду, что у нас 20-е колеса? Еще у нас 20-е колеса с низкопрофильной резиной, а комфорт такой, что мы едем на таких пухлых, так сказать, этих самых... 18-х. Да, камерах. Так вот, что еще надо сказать? Очень живой, подвижный дизель в трех модификациях он будет доступен. Не знаю, сразу ли на российском рынке или там спустя какое-то время, да, 150. 190 и 240. 190 и 240. Я думаю, что 240 по налогам, тупо по налогам неинтересно брать, потому что сразу там в два раза вырастает стоимость, грубо говоря, почти одной лошадиной силы по сравнению с до 200, да. Наверное, 190 для этой машины за глаза, да, с учетом крутящего момента. Есть еще один мотор. Расход у нас вот, да, в этом автомобиле порядка 6 литров. Ну, при спокойной немецкой езде, я думаю, что при динамичной российской, ну, за 8 литров вы не выскочите. Вообще. Я думаю, что да, за 8 литров вы не выскочите. Есть младший мотор 1.6 турбодизель, там 115 лошадиных сил, я не думаю, что его привезут в Россию. Что касается трансмиссии, 6-7 ступенчатая DSG коробка, в младших версиях будет доступна и механическая коробка передач. Тут, ребята, коллеги, журналисты, которые тестируют автомобиль на переднеприводные Тигуаны здесь есть на палке. Да, значит, интересное наблюдение маркетологическое. Когда поговорили, опять же, со специалистами, они заявляют такую странную вещь. Говорят, предыдущий Тигуан в Европе, в частности, в Германии, был рассчитан на пожилых супружеских пар. Теперь я понимаю, в чем, так сказать, кроется загвоздка, ну, достаточно, скажем так, мягко говоря, немодного, тупого, не такого тазообразного дизайна первого поколения Тигуана. Здесь они хотят привлечь молодежь, ну и все, собственно говоря, об этом говорит, да, в этом автомобиле. Они говорят, что в Германии такие машины покупают люди, в частности, семейные пары, которые любят путешествовать. А в России, конечно, немножко другой расклад. В России эта машина, мне кажется, вот очень совершенно универсальная, да, на каждый день. И я не хочу сейчас навязывать никому свою точку зрения, но вот для меня эта машина максимально уютная и максимально действительно универсальная. И клиренс 20 сантиметров, да, и, грубо говоря, полный привод, и очень легко и комфортно машина рулится, как легковушка, правильно, Руслан? Да. И она вместительная в этом новом поколении, экономичная, динамичная, комфортная с точки зрения шума. Значит, новые сидения, абсолютно новые сидения, и с точки зрения материалов, ребят, и с точки зрения самой конструкции. Да, и все это в итоге делает эту машину. Ну, для меня лично, наверное, если бы вопрос стоял так, вот покупай машину, которую там на каждый день для любого случая. Наверное, сейчас я бы сказал, что вот Tiguan новый в такой комплектации с адаптивными амортизаторами идеальная машина. Ну, полноприводная. Да, да, полноприводная. Действительно, и на зиму, и на лето. Значит, а что надо еще сказать? В семнадцатом году появится впервые в линейке Volkswagen машина, так сказать, такого типа размера, семиместная. То есть они увеличат... Третий ряд сидений появится. А эту базу еще увеличат на сколько? На 10 сантиметров. Общая длина. Трусов на 20 вырастет, да, и появится третий ряд сидений. Машина станет чуть ниже, но по ширине она останется такой же, как сегодняшний вот этот Tiguan. И для многодетных семей, ну, с учетом того, что, например, у нас с рынка фактически ушел Ford Galaxy, да, не поставляется, я так понимаю, Тауран. Не поставляется. Вот, наверное, это будет действительно хорошая такая здоровая история для больших семей, да. Вот, ну, остается только дождаться, как эта штука будет выглядеть внешне. Отдельно про музыку мы можем вам рассказать, да, потому что музыка, мы не знаем, что за производитель здесь базовый установлен, да. Именно звука. Звука, звука, именно акустики самой. Ну, видимо, Volkswagen звук ОАО. Да. Но звучит неплохо. Значит, смотрите, у нас есть Apple CarPlay через провод, да, телефон соединяется. Перед этим трек включи. Да, сейчас. И вот у нас есть меню. У нас есть телефон. Ну, в телефоне у него сообщение. Сообщение. Давайте попробуем прочитать. Показать сообщение. Вот, не прочитанное. Не прочитанное. У вас есть одно сообщение от отправителя МТС и одно сообщение от отправителя Маши. Давайте от Маши. А МТС сообщает. Вот. СМС в поездке по Европе от 3,5 российского рубля пакеты 100 и СМС за 350 российских рублей подключить 111103 вызов или 50 СМС всего за 250 российских рублей подключить 111104 вызов. Ничего не запомнил. Хотите ответить? Не, не хотим ответить. Не хотим. Хорошо. Что написать абоненту МТС? Ничего. В вашем ответе сказано. Ничего. Можно отправлять его? Нет. Вы издеваетесь над роботом. Не совсем понятно. Вы хотите отправить, отменить, просмотреть или изменить это сообщение? Отменить. Ну, ладно. Ну, и ладно. Давайте Машу Михайлову. Ну, давайте, да. Маша. Абонент Маши Михайлова сообщает. Привет. На эфир к вам зовите Алексея Вершинина. Плюс 7903 747. Не надо. Да. Хотите ответить? Нет, не хотим ответить. Ну, и музыку, музыку. Музыку, извините. Да, да, да. Сюда. Музыка. Перед этим. Вот, да, да. Этот трек. Музыка. Ну, в общем, ребят, никаких запоров по низам, по верхам. То есть, наверное, может быть, этому звуку, этот звук от премиума, да, отличается тем, что как раз, когда мы врубаем на полную, мы не можем говорить, не повышая голос. Да, я уже говорил вам. Ну, то есть, он просто тупо долбит. Ну, он долбит на частоте голоса, да. Да. А в чем качество хорошего звука, да, вы можете продолжать вот так же, как я сейчас, спокойно, тихо говорить. Вот. Но, тем не менее, звук очень крепкий, он немецкий, я бы так сказал, рассчитанный на моден токен. Вот, да. Долбит нормально, не запирается, двери не дорбежат, на полные низы врубаешь, у тебя ничего не запирается, на любой громкости. Хороший звук, отличный. Ну, вот, что еще надо, чтобы встретить старость, собственно говоря, да? Да, но есть у вас возможность, опять же, в том же самом CarPlay включить подкасты. Так. Вот, покажи. Подкасты. В меню, в меню. CarPlay, да. CarPlay, меню. Подкасты. Вот, есть аудиокниги, есть подкасты, да, топ-чарты, например. И вот, пожалуйста, последний выпуск Бриндятины, который расскажет вам об истории завода ДУКС, предприятия ДУКС, да. Вот. Такая вот, собственно говоря, замечательная история. Понятное дело, что это первая партия автомобилей, наверняка при, так сказать, первых сериях там вылезут какие-нибудь штуки. Детские болезни. Наверняка исправят, потому что все-таки машина новая, да, и на новой платформе сделана. Но для тех людей, для которых, особенно сегодня в условиях кризиса, да, нужна хорошая машина, красивая машина, которая привлекает внимание, за которую не стыдно, но на которой нет шильдика премиального бренда, да, кто может себе, кто, например, рассматривает, ну, историю такую, например, обновить, ну, не знаю, вот именно купить кроссовер, да, но не обязательно, так сказать, марок... Премиальный, ну, премиальный, да, премиальный. Вот это идеально. С другой стороны, его не устраивает, допустим, тот же Рено какой-нибудь, правильно? Да. Ну, и, например, он не может решиться на корейцем. На корейцем. Вот, пожалуйста, идеальный выбор, наверное, правильно? Наверное, так. Но мы еще сегодня пообщаемся с техническими специалистами. Да, обязательно, наверное... И какие-то подробности вам еще расскажем. Да, ну, я понимаю, я так понимаю, что главная подробность, которая интересует наших подписчиков, это стоимость этой тачки. Правильно? Значит, еще раз повторюсь, что Volkswagen продолжит выпуск предыдущего поколения Tiguan. Сейчас он стоит миллион четыреста, ну, как нам объяснили, в достаточно привлекательной комплектации, да. Соответственно, можно ожидать, что этот аппарат, наверное, пойдет по миллион пятьсот. Миллион шестьсот. А тот будет где-то миллион триста пятьдесят. Ну, условно говоря, да, чтобы продавать. Мне так кажется, я не знаю, как будет на самом деле, но, конечно, между вот этим автомобилем, ярким, комфортабельным, гораздо более комфортабельным, большим по салону... Чем предыдущий автомобиль. Я бы, конечно, при наличии, естественно, денег, ребята, выбрал бы вот этот аппарат. Но и предыдущий Tiguan нельзя лажать, да, говорить, что это было там дно или... Ну, он совсем... Ну, это был первый, во-первых, это было первое поколение, это был первый опыт строительства кроссовера, правильно? Значит, в принципе, тачка-то получилась удачной, более того, она пережила рестайлинг, стала гораздо симпатичнее, чем была, да, на самом старте продаж. В целом-то автомобиль тоже очень практичный. Но вот эта тачка, это абсолютно другой уровень уже, да, и с точки зрения дизайна, и с точки зрения эргономики, объема. Ребята, вот мы выезжали сегодня, да, со стоянки, на которой там, ну, там, 10, там, 15 этих машин тест-драйвовских, на которых этот тест сегодня катают журналисты. Ну, правда, очень похоже на... ну, такое, на уменьшенную... на уменьшенную копию Туарега. Ну, очень по-взрослому выглядит автомобиль, очень. Дорогие друзья, по моему одутловатому лицу вы понимаете, что что-то изменилось. Изменилось все. Вчерашний день закончился, начался новый. Итак, день за днем. Второй день нашего знакомства с обновленным, вернее, совершенно новым Тигуаном. Пару мыслей, может быть, о том... Нет, мыслей нет. Есть только ощущения, да, друзья мои. Я напомню, что тест наш выездной в условии Германии... Ну, я не говорю о чистоте. В принципе, она, конечно, присутствует в определенной смысле. Тут зоопарк, оказывается. Тиргартен называется, да. Как Тиргартен? Тиргартен зоопарк. Вот, значит, я не говорю об особенностях европейского движения. Все-таки ездят здесь по-другому. И дороги, в принципе, наверное, в Берлине местами получше, чем в Москве. По крайней мере, они строят дороги из такого, знаете, мелкого асфальта, когда полотно очень ровное. У нас очень много камешков и, так сказать, немножко другая шумовая обстановка. И по этой причине мы будем вместе с вами ждать прихода этой машины в Россию. То есть это произойдет, наверное, через год только, когда, наконец, придет первая партия, и мы сможем уже в условиях России протестировать этот автомобиль. Но, тем не менее, уже сейчас можно сказать. Я вот переспав с этим автомобилем, могу сказать, что смотрите, какое интересное решение. Вот Рустам вчера заметил, и это правильно. История с оформлением самой фары. Она кажется, если на нее смотреть издалека, узкой. Но на самом деле фара вот такая. То есть до самого бампера. Они убрали поворотник. Давайте я вот включу поворотник. Включите поворотник. Включу его. Включил поворотник. Да. Они убрали поворотник, условно говоря, вот за эту хромированную линию. И таким образом сразу же эта линия позволила еще больше вытянуть в ширину визуально морду. Правильно? Во всем остальном, ну что я могу сказать. Отличный цвет. Да. Отличный цвет оранжевого этого автомобиля. В принципе, я сегодня с утра даже свежим взглядом смотрю на эту машину. И морда мне начинает наконец нравиться. Вчера, честно говоря, у меня были вопросы, потому что... Но она больше похожа, конечно, на Passat. Но это Passat. Она похожа, да, на какую-то легковушку скорее, да. Чем на кроссовер. Чем на кроссовер. Но 20-е диски не дают тебе в этом усомниться на самом деле. Просто вот эта платформа MQB, да, и родственные платформы, на которых строятся сегодня у немцев автомобили. Мы же с вами говорили, та же самая история произошла с Q7. Из внедорожника, условно говоря, огромного, он превратился в огромный универсал по манере своей, да, езды. А здесь еще эта платформа позволила и внешность этому автомобилю придать легковую. Я бы еще, знаешь, на что обратил внимание, вчера как-то мы прошли мимо, вот эта выштамповка. Которая уходит назад. Да, 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 да. Заканчивается там, где парка. Некоторые вот это решение используют для того, чтобы разместить здесь накладку хромированную. Например, полу. Ну, или, я не знаю, или вот, пожалуйста. Или повар-вотник. Да, вот, вот, вот у нас, пожалуйста, Discovery Sport. Да, да, выделить... А здесь просто идет утопленная линия, да. Ну, вообще, в целом, ребят, автомобиль вот по-хорошему. Без всяких скидок, наверное, понравился. Главное, дождаться именно российской версии, потому что, я так понимаю, она все-таки будет адаптирована для условий эксплуатации именно в России. А пока что автомобиль нравится. Очень круто он смотрится в Эрлайне. Вчера были рекламные фотографии. То есть у нас простенький вид. Это простенький. Потому что в Эрлайне абсолютно другая юбка уже. Опущенная вниз. А у нас внедорожная версия же, правильно? У нас со скосом. Конечно, да. Значит, есть еще, помимо всего прочего, если мы говорим о безопасности, система активного капота. Который поднимается наоборот. Во время удара. Ну, посмотрите, какой он, да. Посмотрите, да. Ну, это действительно, это... Давайте так, Иваныч. Это действительно, это я скажу так. Это, давайте так, это Audi с задницей, которая замахнулась на BMW. Да, да. Причем, вот, посмотрите, мы двери открыли. Но по большому счету, вот если вот смотреть и не видеть конкретно филейную часть, корму. Так. Ну, вот, правда, очень тяжело понять, что за тачка с точки зрения бренда. Да. Вот, посмотрите, вот все открыто. Ну, если бы не сами диски, да, на которых присутствуют шильди. Ну, это ясно не азиат. Это не азиат. Это явно не азиат. Это такой красивый, продвинутый, новый дизайнер европейский. Да, да. И в этом смысле, конечно, это большая удача. Потому что Азия привлекает формами, но сразу опытному автомобилисту внушает опасения в отношении технологических решений. Ну, вот, кстати говоря, есть возможность сравнить с одним из прямых конкурентов. Ну, Discovery выглядит гораздо более рослым автомобилем. Он больше похож на, условно говоря, маленький внедорожник. Правильно? Да. Но он попроще. Вот, ребят, вот посмотрите, да, те же самые боковые линии, тот же самый интерьер. Все попроще. Очень просто. В отличие от обновленного полностью Тигуана. Да. А, кстати, давайте посмотрим, насколько действительно свес удалось Volkswagen. А у нас есть, а у нас есть, вон там, по-моему, смотрите, Audi Q3 стоит. Нет, ну, заметно, Иваныч, заметно. Ну, конечно. Сантиметров 10. Ну, конечно, вот, посмотри. Сантиметров 10, как минимум, Volkswagen сумел скрасть из морды, да. И вот это позволило, в принципе, двигательный отсек, да, сузить, уменьшить. Это позволило, как мы уже говорили, и внутри иметь больше места перед собой. И, соответственно, с точки зрения дизайна, раздвинуть колеса, да, максимально. Короче, работа очень похожа на ту работу, которую провела компания BMW в X-1, правильно? Да. Вот очень, 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 ребят, очень все похоже. Вот сзади, да, давайте еще раз посмотрим. Действительно, очень индивидуальная получилась, да. Наконец-то, мне кажется, у Volkswagen закончились эти метания с фирменным стилем. Знаете, за корючками, вот этими ходовыми огнями задними, со скобками, которые очень сильно перекликались с Opel. Ну, пока Opel был на нашем рынке, конечно, с уходом Opel все немножко стало попроще. Но, тем не менее, вы видите фактически прообраз следующего поколения Туарега, Гольфа. Я думаю, да, что вот Туарег будет, естественно, выдержан вот в этих стильных традициях. Но когда мы увидим с вами, надеюсь, Туарег, там года через полтора, наверное, через год, опять же, на премьерном тесте, я уверен, мы с вами будем говорить, блин, они сделали невозможное, но пока что вот мы должны довольствоваться вот этим. Ну, и очень ждем семиместную версию. Очень интересно посмотреть, что у них получится. Именно в плане дизайна. Потому что всегда попытки превратить классические формы в какие-то раздвинутые. Ну, условно говоря, сколько примеров мы знаем, когда из хэтчбека делают седан, да? И когда из кроссовера будут делать микроавтобус фактически, да, семиместный, трехрядный. Ну что, друзья мои, давайте, Иваныч, подытожим теперь. Так что, ждем автомобиль в России на российском тесте, правильно? Да. Первое впечатление очень-очень хорошее. Я думаю, что большинство материалов, которые вы увидите в сети интернет, ну или в автомобильных изданиях, будут вот с соответствующим настроением. Позитивные. С позитивным. Вопрос только, опять же, значит, нас, конечно, может интересовать цена, но только в том случае, что мы, честно говоря, не очень хорошо себе представляем реалии, так сказать, годовой перспективы. Ребят, ну вот смотрите, в Германии эта тачка будет стоить, вот хорошая комплектация, порядка 40 тысяч евро. Умножай. Умножаем на 70 с копейками. 2,8. 3. 3 практически. Но нам обещают, что в России эта тачка, ну, как бы будет дороже чуть-чуть обычного Тигуана. Обычный Тигуан, еще раз повторяю, в нормальной комплектации где-то 1,4. Да. И таким образом, ну, где-то 1,5-1,6. Ну, извините меня, Toyota RAV4 стоит 1,7. В хорошей комплектации, да. 1,7. Мне кажется, что вот этот аппарат выглядит серьезнее, конечно, и более гармонично внешне, вот, потому что, как, в принципе, то смотрите, какая интересная история. Вот сравните концерн Volkswagen, куда входит Audi, и концерн, соответственно, Toyota Lexus. В Toyota что делают? Они берут Lexus, делают отличный аппарат под названием NX, и после этого лажают искусственно внешний RAV4, чтобы он был дешевле. Volkswagen умудряется делать очень достойного конкурента своему же Audi, брату, да, и при этом Audi будет отличаться действительно только лишь гурманским отношением к коже, к акустике какой-то премиальной, хотя я скажу так, для человека, который живет в реальности, не дышит понтами, в принципе, в этом автомобиле есть все, что нужно в этом классе, по большому счету. Все, ребят, первое впечатление, первый тест, правильно, и я так понимаю, что вы одни из первых, которые познакомились с новым Tiguan'ом 2016 модельного года. Вы первый. Да. Давай, 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 вот это кайф, большой тест-драйв! Давай, 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 давай! Да, дорогие товарищи, вы не ошиблись, Россия, но в Германии, матрешка, но фрау и русише, но колони, что означает колония. Дело в том, что мы с немцами периодически, друзья мои, дружили, и в период царства Александра Первого, великий был человек, мужчина, победивший Наполеона, так мы задружились с Фридрихом, он же Вильгельм, что Александр, вот посмотрите, Александр говорит Фридриху, Вильгельму, говорит, брат, я хочу тебе сделать подарок, я хочу подарить тебе лучших певчих моей русской армии. И действительно, Фридрих, он же Вильгельм, выстроил на свои деньги вот эту деревню полностью в русском стиле, при помощи наших мастеров, архитекторов. Сюда заселились певцы, они давали периодические представления с поздравлениями. И вот в этом русском уголке немецкого города Подсдама, где родились такие великие люди, как, например, Виктория Колосова, во времена... Она в Дрездене родилась. В Подсдаме. Да? В Подсдаме? Вот здесь где-то родилась Виктория Колосова. Может быть, в этом деревянном доме. Ну, я думаю, что под этим бревном ее и зачали. Да, ребят, но деревня не ограничивается, и наше поселение одним только домом. Вот, посмотрите, за нашей спиной раз постройка, два постройка, три, четыре, пять, шесть, да кругом одни постройки. Вы так быстро двигаете рукой, что я не успеваю показывать. Но здесь мы находимся не просто так, не просто так, да, ребят. Мы приехали в Подсдам, чтобы показать вам, вот как раз вышло солнышко, мы тянули время, новый Тигуан. Ну, скажем так, по-настоящему это машина 2015 года, да? В 2016 он, наконец, начинает в мае продаваться в Германии. Летом подключаются к продажам другие европейские страны. И в Россию эта машина придет только лишь через... больше, чем через полгода. Наверное, только лишь, может быть, даже зимой или уже ранней весной 2017-го. Итак, прошу любить и жаловать... А, репортаж из будущего, да? Из нашего с вами будущего. Нет, давайте так, из нашего с вами прошлого, в наше с вами будущее, да? Красиво мы начали. Да, товарищи, ну давайте рассмотрим автомобиль со всех сторон, как мы это обычно делаем, да? Да, давайте. Ну, давайте с морда. Значит, друзья мои, первое, что бросается в глаза. Значит, почему бросается в глаза? Во-первых, машина на платформе MQB, да? Это позволило уменьшить внутреннее пространство двигательного отсека. Использовать другие схемы расположения деталей. Узлов, да, деталей, агрегатов. И в итоге, смотрите, что первое изменилось. Первое, чем гордятся фольксвагеновцы, изменился свес, да? Он стал меньшим. Короче. И свес, да. Когда мы пройдем с вами к салону, мы обнаружим, что и в салоне, как бы, двигательное пространство ушло как сначала, так и с конца. То есть, в принципе, все сжалось. Из-за этого больше простора внутри. Значит, давайте рассмотрим морду анфас. Четко анфас, Иванович, это вот когда перпендикуляр. Перпендикулярно. Вот так. Вот так. Обратите внимание. Короче, она стала уже на первый взгляд. Давайте так. Она стала площадью. Площадью, да. Площадью. То есть, сам капот, он, линия капота снизилась, да? И общая линия капота снизилась. А при этом пространство салона, да? Осталось прежним. То есть, лобовое стекло, в принципе, очень похоже на предыдущую версию Тигуана. И таким образом у нас получается широкая, плоская морда и, так сказать, такой мини-вэнистый, я бы сказал, салон. Ну, если спереди глядеть. Машина по-разному, кстати, выглядит с разных сторон. Давайте... И в разном цвете. Да, потихонечку пойдем. Вот. Давай, вот так, да, да, с три четверти. Ну, давайте, продажный план, да? Сразу же бросается в глаза что? Во-первых, двадцатые диски. Диски, ребята, нельзя скупиться. Потому что мы видели аппараты на... Восемнадцатых. Таких, как бы, простеньких колесах. Уже, конечно, не такое впечатление эффекта, как на двадцатых. Значит, дальше, посмотрите, линия выштамповки идет. То есть, у нас фактически отрицательный угол. Да? Это фактически крыша, получается. Она идет, идет, идет. Извините, вам звонят. Откуда? Из-под сдамы. Так вот, идет сюда. И выходит, наконец, на задние фонари, которые носят самостоятельную функцию. Видите, они выходят, как бы, за уровень крышки багажника. Парни, это пока еще не Lexus. Да. Но очень похоже на BMW. Ну, ребята, на... И давайте еще раз. Значит, на фотках... Чуть присядь. Так, секунду. На фотках, которые вы видите в интернете, и чуть-чуть сбоку, да, эта машина напоминает X3. X3. На самом деле, это, конечно, оба аппарата играют в одном классе, но все-таки X3 выглядит немножко массивнее, да. За счет вот этих выштамповок, линий, так сказать... Tiguan более такой легкий, более воздушный аппарат. Хотя скоро мы дождемся ответа симметричного и от BMW. Там тоже наверняка будут сенсации, да? Не, ну, фара отлично сделана. Вот это, да, видите, с захлестом идет, фартук. Да, и использование вот этих треугольничков, да, получается, что это новый тренд у Volkswagen Group, да, когда вот узнаваемые индивидуальные фонари задние. Да, задние фонари. Значит, сразу же рассмотрим. Достаточно быстро, кстати, открывается крыша. Ну, и у нас есть специальный тестировщик. Парни, багажник увеличился на 50 литров. Так. А теперь это 520. Так. Ну, посмотрите, я вообще без труда размещаюсь в багажнике абсолютно нового Tiguan 2015-16 модельного года. В предыдущем было ощущение, что ты в багажнике Гольфа. Очень тесноватый, очень тесноватый. Вы представляете, на 50 литров больше. Но самое главное, все это пространство можно увеличить. Хорошо распахивается дверь, так? Да. За счет, посмотрите, ну-ка, кресло, которое практически полностью сдвигается, сдвигается к переднему креслу. И таким образом еще сантиметров 20, да? Около, смотри. О, на 18 сантиметров сдвигается. Ну-ка утопись туда. Ну, понятно, крышку надо будет, наверное, снять. О. Ну. Крышка-то обычно рабочая, которую лопаты отставляют, снимают. Прилично. Да. Есть у нас электропривод, задние двери. Покажите нам, как у нас двигается сиденье. Ну-ка, стойте, давайте я с той стороны сниму. Минуточку, товарищи. Вот. Ерзает. Да. Ну-ка, сядь. Ты сидишь за собой. Я сижу за собой. То есть, в принципе, в пиковом положении. Потому что Серега сидит еще ближе к рулю, к рулевой колонке. Ребят, самое главное, значит, для задних пассажиров появились лишние практически 3 сантиметра. Так. Ну, вот видите, да? А спинка наклоняется? Да, посмотрим. Сейчас посмотрит. Вот, еще и спинка. А, ну смотри, да, тут простой пик. А ну-ка, приезжай тогда туда еще. Нет? Это крайнее. Если спинку выгнуть. Не-не-не, это крайнее положение. Все. Вот, ну, крайнее положение. Есть ощущение, я с ним поделился с Серегой, что они утопили задний диван вообще в целом. Вообще. Туда, в багажник. Вот видите, потому что вот на что я бы хотел обратить внимание, да? Вот у нас стойка. За подлецом это называется. Вот видите, кресло, оно как будто бы там. Где-то в глубине багажника. Ну, это очень хорошо. Я думаю, что это такое эргономическое решение, которое позволило визуально, ну и на практике увеличить просто пространство задних пассажиров. Есть столики. Давайте посмотрим оборудование центрального тоннеля. Закройте. Закройте. Так. Закройте. Я вижу, в детстве вы разбирали только игрушки, да? Но никогда их не собирали обратно. Так. Ну-ка, давайте посмотрим. Здесь у нас есть подогрев. Пожалуйста. Посмотрим. Отдельный USB. Кстати, Volkswagen наконец перестал играться с этой хренью, когда были только SD-карты, а USB не было и были только Bluetooth. В общем, это закончилось. Есть подогрев заднего дивана, да? Да. Общий воздуховод, но без температурного. Нет, а вот, получается, есть. А есть. Регулировка температуры для задних пассажиров, получается, трехзонный климат-контроль. Да. Ну, у нас комплектация без крыши, то есть, видимо, может быть, еще и дороже. Лампочки. Работают. Работают. Все круто. Ну, и мне нравятся у них материалы. Да, несмотря на то, что, ну, смотрите, используем вот этот вот алькантар. Да, да. Ну, дорого, дорого выглядит кресло, на самом деле. И вообще, общее представление этого товарища об автомобиле, да, понятно. Общее представление, вот когда мы и прокатились, и внешне на него посмотрели, такое ощущение, что это Q4. Это больше, чем Q3, по размерам меньше, чем Q5, но сразу же возникает вопрос. А чем нас будет удивлять Ауди, если, в принципе, здесь и так все зашибись? Еще раз, еще внешне одну сторону покажем, Руслан Ильич? Выйди. Вот смотрите, один из главных элементов, что они сделали? Во-первых, везде вот эти рубленные грани. Их очень много. Во-вторых, они сохранили, да, сохранили вот эту параллельность плеча заднего стекла и вот этой вставного стекла, да. Фактически, вот эта вот часть, учитывая еще изгиб фары, отсылает нас к гольфу. Именно поэтому многим на фотографиях, вот под определенным ракурсом, эта машина казалась таким, ну, грубо говоря, пропорционально разросшимся Volkswagen Golf. Да, осторожно, дерьмо. Как дерьмо? А вот так вот. Зеленая. Да, 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 зеленая. Так траву жрут. Вот, зеркала. Зеркала изменили свою форму. Отдельно надо сказать, да, что зеркала подросли. Нет уже этой печальной истории, когда Volkswagen в угоду какой-то мнимой аэродинамики уменьшает зеркала, и тем самым, я бы сказал, подвергает скот на дорогах риску. Я имел в виду действительно скот, а не людей. Посмотрите-ка. А русская деревня пользуется у жителей Германии популярностью. Кстати говоря, в этом здании расположен русский ресторан. Да, заглянем русише шпайзе, как говорят немцы. Ну и вот подкапотная пространство. Значит, что бросается в глаза? Переместился бачок омывателя. Точно? Он был здесь. У Volkswagen всегда здесь, всегда справа. Может быть, это немецкая версия просто. Не-не-не, серьезно. Значит, это к связи с тем, что переиграли они внутреннее пространство. Значит, аккумулятор спрятали вот в такой тепло... ну, такой кожух, да? Значит, как-то дешево выглядит немножко, конечно. Ну, когда запачкается, будет подороже. Хорошо. Ну что, 2 литра дизель у нас, это первый мотор, да, который мы тестируем сегодня. Да, и сразу надо сказать, что улучшилась как звукоизоляция от внешнего мира самого салона, так и движка. То есть, дизельный двигатель слышен фактически там первые несколько секунд после начала работы, как прогревается. Вы вообще забываете о том, что у вас вот эта тарахтелка. Ну и что? Давайте еще раз посмотрим на машину, рассмотрим ее, друзья, мы вот в реальности, да? Отличается... В реальности с немцами. Да, давайте так. Немцы пришли в русскую деревню. А давай спросим, вот дедушка будет сейчас фотографировать... А, нет, он будет фотографировать русскую деревню. Ну, хорошо. Если начнет друг фотографировать, мы его спросим. А вот этого седого мы... А давайте спросим. Hello, do you speak English? A little. Do you like it? Yes. Yes? More than usual Tiguan. More? No, no, no. No? А кто ездит в Германии на этих автомобилях? What kind of people use Tiguan in Germany? What kind of people? What? What kind? What kind? Верния? Yeah, yeah. Пиан. You know? Who works for the government. Кто работает на правительство? А, правительство. А это дорогая в Германии тачка? How many is the price? In Germany? In Germany. Oh, I don't know. I think 30 to 40 тысяч. В форте до 40 тысяч евро. Евро. До 40 тысяч. Thank you. 40 тысяч евро. Это... Смотрите, и ездят представители правительства, потому что, типа, бизнес может ездить на Audi, BMW и Mercedes, а это, типа, уровень для госслужащего. Да, но если мы говорим конкретно об этом Tiguan, я реально не вижу разницы в качестве ни материалов, ни ходовых качествах, вот мы сейчас с вами проедемся, поймем, да, ни в дизайне, никаких отличий именно качественных от прямых и косвенных конкурентов, да, у этого автомобиля уже нет. Единственное отличие, это фактически сам шильдик, да, шильдик уменьшает, условно говоря, цену, уменьшает престиж этого автомобиля. В глазах других пользователей, автомобилистов. Ну, по качеству этот аппарат, я просто могу честно об этом сказать, никак не отличается от всего того, что в этом сегменте, в классе этих автомобилей, в лучших своих формах, ставлено на рынке, да. Это действительно замечательный аппарат, вот, но его может, например, вам не позволить купить, ну, кто, например, может не позволить? Курс! Например, муж, который скажет, нет, езди на Audi. Это скучно, нет, ребят, на самом деле автомобиль перестал быть скучным, да, ну, глобально. Глобально перестал. Перестал. Особенно это касается внутреннего убранства, и мы сейчас как раз и перейдем с вами к салону и убедимся в том, что Volkswagen слушает наши с вами замечания, особенно женские, которые, значит, кричат очень громко о том, что Volkswagen это скучная тачка. Ну, посмотрите, вот, объясните мне, пожалуйста, чем эта тачка скучнее Audi Q5 или Q3? Да, Q3 и Q5 выглядят скучно теперь, правильно? На фоне обновленного полностью. Теперь давайте так, догоняй, Volkswagen, догоняй. Вот, ну, и еще раз, ребята, будьте в Подзнаме, обязательно заходите в русскую деревню, съешьте там, пожалуйста, пельмешек, чесночка, вот, рыгните пару раз и домой, да. Ну, а мы переходим к внутреннему устройству. Итак, дорогие друзья, знакомство с внутренним убранством Тигуана. Ну, извините, вы все видите собственными глазами, Иваныч, я прошу тебя скользить от, так сказать, от двери. И, кстати, уровень остекления заметно выше предыдущего. Ты сидишь, как бы, более по BMW-шному, посадка у тебя, как бы, заглублена, да. Это последний тренд сезона. Чуть-чуть к началу торпеда, значит, линия остекления еще больше задирается, да, кверху. И мы видим рубленные вот эти вот формы, да, грани во всем. Как нам... Ну, и посмотрите, практически отвесная крышка багетого, бардачка. То есть, вот, ну, там у нас мультимедиа сидит и все. Значит, обратите внимание, да, за счет меньшего пространства для двигателя, для трансмиссии, значит, под капотом, да. Такое ощущение, что все уехало вперед. Значит, они подтянули, как бы, вперед, внутрь, да, и салон вдвинули туда, опять же, да. Потому что, вот, субъективно, у меня такое ощущение, что вот эта полка стала, ну, вот это все пространство стало меньше. Может быть, за счет того, что просто общая планка, да, уровень, высота, как бы, изменилась. Слушай, ну, эргономически очень похоже на X-1. Да, значит, смотрите, рубленные формы, да, которые и внешне, как говорил нам в светлой памяти мужчина из АвтоВАЗа, как зовут дизайнера, Стив Маттин. Это, как там это, X-гены. X-гены. X-гены, а здесь вот рубленные гены, которые и внешне повторяются, и внутрь, значит, и из... Здесь просто гена. Да, из элементов. Мне нравится асимметричное решение с воздуховодами, да, фактически машина обращена своими органами управления именно на водителя, и даже линия климат-контроля... BMW-стайл. ...вещена, да, сюда, как бы, на тебя. Чуть-чуть. Мы рассмотрим, да. Совсем незаметно, но это есть. Но есть. Значит, смотрите, серый графитовый лаковый пластик, да, я бы сравнил это с модой на оформление парфюма, ну, наверное, там, 15-летней давности, может быть, даже больше. По-моему, вот коробка у парфюма под названием One Man's Show было как раз вот такого цвета. То есть на смену просто дешевому черному лаковому пластику, да, как у женских туфель, пришел вот этот графит. Очень хорошо, кстати, соединяется с серыми кнопками матовыми, да, что-то новое. Значит, климат-контроль нас ничем тут особенно не удивил. Здесь все как обычно. Удивил еще один... Вот блок. Нет, этот блок и USB. Ну, там, покажи. Да, у нас есть USB в этом автомобиле. Это прекрасно. За ручкой. И у нас есть теперь, наконец-то, да, давайте, кстати, сейчас заведемся. Вот, смотрите, во-первых, у нас, как и в Passat'e новом, полностью цифровой дисплей. Я, кстати, отметил, что не самое удачное положение ручки Start-Stop, ну, вот она уже не первый раз нам встречается именно у Volkswagen, все время рукой тщетно ищешь где-то кнопку под рулем, но они это, видимо, надолго перенесли. Заводимся, и вот у нас уже полностью цифровой дисплей, и вот что у нас вылезает, ребята. Есть стеклышко на французский манер, в котором отражается спидометр для того, чтобы вам не опускать глаза во время езды на спидометр. Хотя опускать хочется, потому что очень круто нарисовано. Очень круто, да. Давайте посмотрим на возможности, что тут у нас есть. 12-дюймовый. Смотрите, значит, вот классический у нас есть спидометр, есть расход и запас хода, да, то есть вот 750 километров. Ну, подожди, я сейчас попробую. Давайте попробуйте. Вы, конечно, мешаете, но ладно. Я мешаю? Да, вот, давайте. Вот, хорошо, да. Так, теперь у нас есть возможность, эффективность нашу с вами измерить, да, ну, то есть вот эти вот показатели будут расти, если вы будете ездить... Ну, короче, меняется комбинация приборов. Да, навигация отдельно, то есть вот у вас здесь компас, здесь у вас высота над уровнем моря. Компас это очень нужно, это очень важно. Ассистенты водителя, это у нас, опять же, компас, и сколько вы едете с момента пуска, и, наконец, на бездорожье, вот это самое интересное, угол наклона колеса, то есть как вы, так сказать, может быть, вы заваливаетесь, да, уже, и просто компас, вот такие различные формы. А менять можно, вот, условно говоря, саму одежду? А пока что нет. Есть варианты скины, я так понимаю, менять пока что... Но цвет, цвет этого интерфейса. Нет, пока не меняется. Запас хода у нас 750 километров, мы практически на полном баке. Ну и навигация, да, она повторяется здесь у нас, то есть вы можете оставить навигацию себе, а здесь выбрать, например, какой-нибудь любимый порнографический фильм. Хотя во время движения он показываться не будет, будут слышны только вздохи и похрюкивания. Значит, дальше, давайте, ребята, обратим внимание. Мне очень нравится, как сделаны, выполнены и из пластика, и из материи, вот эти все именно в плане линий, в плане геометрии, в плане дизайна, вот эти все детали. И в который раз обращаем, посмотри, по-моему, на пассате, да, мы в первый раз увидели, внутренняя часть вот этого кармана... Да, наконец-то зашита. Зашита, чтобы там ничего не болталось и не звенело. Да, еще раз напомню, что у нас есть, смотрите, подогрев сидений и отдельно руля, то есть вот у нас появляется, да, подогрев руля. Секундочку, так, да, вижу. Это очень хорошо в нашем климате, можем отключить. У нас есть отдельно, да, вот здесь климат-контроль для задних пассажиров. Вот, и смотрим... Ну, у нас есть ассистенты, парковки, камеры покажи, вот, включи заднюю. Потому что нарекания вечно у нас к производителям комплектующих. Так, ну, это у нас вид из космоса, да? Ага. Так, теперь... Неплохо прорисован сам автомобиль. Давайте посмотрим назад, что у нас видно сзади. Ну, ты знаешь, я бы сказал тебе... Чуть лучше. Чуть лучше. Уже есть прогресс, видимый причем. Получше, да, камера получше. Хотя можно, хотя знаем примеры на рынке. Так, а вот такое, вот смотрите, камера вот. Это что такое? Это, наверное... А, места для парковки. Наверное, радиоактивити. Точно. Значит, дальше у нас есть вот как парковаться. Это как вот так парковаться, вот так парковаться и никак не парковаться. Руль. Руль такой же, как на гольфе, на пассате и даже на поло. Ну, может быть, немного легковат в целом. Слушай, ну, я бы обратил внимание даже вот в интерьере. Вот я смотрю на заднюю дверь. Слушай, огромное количество вот именно рубленных деталей этих. Посмотрите, вот, ребят, обратите внимание. Да-да-да, вот и ручка открывания, и динамика обрамления. Это Audi, мать его. Ну, это очень стильно. Очень стильно. То есть ты, находясь внутри, понимаешь, какая машина снаружи. Обычно фолькс какой? Ты залез, снаружи он не модный. Вот основная проблема у фольксвагена всегда была, да, мне кажется. Ну, начиная, грубо говоря, какие были модные автомобили. И то после их смерти формальной. Микроавтобус Т1, Т2, Т3, да, ну, условно говоря. Потом Жук, да. Потом, ну, может быть, наверное, четвертый Гольф. Четвертый именно, да. Он в какой-то степени был очень актуальным таким аппаратом в своей, так сказать, вот внешней форме. А остальные все машины у фольксвагена, ну, за исключением, наверное, транспортера, да, какого-то такого стильного аппаратика, они не модные. А они такие, простоватые. Да, да, они качественные, да, то есть, что я получаю, когда мы об этом много раз говорили, что я получаю, когда сажусь в фольксваген? У меня все на своих местах. У меня правильный ход педалей тормоза и газа, да, у меня хорошая связь с зеркалами, да, у меня хорошая обзорность, мне не мешают стойки. Я сел и поехал. Фактически в любом фольксвагене я чувствую себя уверенно без любой подготовки. Но, сука, они не модные. То есть, ты не можешь сказать, ребята, смотрите, я купил, например, ну, вот про прошлое поколение, я купил Тигуан. Ну, все скажут, ну, да, он, конечно, не дешевый, хорошая машина, там полный привод может быть в комплектации, да, и так далее. Но он не модный. То есть, нельзя сказать, что, блин, блин, чуваки, я срубил джекпот. А вот эта тачка уже становится, мне кажется, модной, да, она уже правильная, потому что мы с вами как раз... Во всяком случае, она интересная. В этом году знакомились с Тюсоном, да, от Хёнде и говорили, что они, наконец, сделали Тигуан. Так вот, это следующий шаг. Вот обратка все-таки прилетела от фолькса и теперь приходится опять догонять всем остальным, потому что, наконец-то, они кому-то из дизайнеров... Ну, кстати, нам что объяснили-то, ребят? Нам сказали, что не могли работать особенно как-то свободно с дизайном, пока не было этой платформы MQB. Как только сжалось подкапотное пространство, появилось место больше для ног, для игры с внутренним, да, объемом. И вот, пожалуйста, вот они играют. То есть, играют они в резкие линии. Резкие линии всегда подчеркивают нам, в отличие от прошлого кругленького, да, вот этого никакого Тигуана, здесь есть стремительность. Ну, такой обылочек же был. Да, да, здесь динамизм, здесь индивидуальность, правильно, и очень-очень, так сказать... Ну, и простоват, ребят, ну и простоват, очень простоват. Мы около 3-4 тысяч километров, наверное, в прошлом Тигуане проехали, достаточно много. Да, ну, смотрите, вот эта вот зона у прошлого Тигуана, это просто позор. Просто позор, просто позор. Называется, 90-е годы никак не могут сгинуть, да, в этой... А здесь мы имеем действительно очень интересный аппарат, стильный. Продолжение следует...